отлично всем здрасте здрасте андрей лена лео наталья может еще кто-то к нам присоединится вот и и мы сейчас на надеюсь что меня слышно да очень хорошо слышно и видно ну хорошо мы будем начинать по если кто-то будет присоединяться буду впускать я надеюсь я буду замечать если я вдруг не замечу а вы заметите что когда у меня будет презентация открыта и вы и вы заметите что кто-то просится дайте знак окей значит мы сегодня я не знаю закончим ли мы разговор о пророке ирмияу или приблизимся к этому окончанию так или иначе сегодня взгляд будет немножко иной я хочу начать с того чтобы обратить ваше внимание на одну особенность древнего мышления древнего исторического мышления которое не то чтобы свойственно всем народам не буду обобщать но является таким довольно довольно известным явлением это типологическое восприятие истории что значит типологическое восприятие истории это значит буквально что история воспринимается как некоторое повторить циклическое повторение что есть базисные события или базисные фигуры глубокой древности и все что происходит потом в той или иной степени проецируется на эту древность как бы не буквально повторяет но есть как бы такие выражусь английским термином паттерны до которые повторяются вот это собственно есть типа типология приведу пример в еврейской истории есть представление о том например что оба храма и первая и 2 были разрушены 9 а вот это выглядит на первый взгляд странно даже если они примерно в одно и то же время были разрушены потому что войны велись обычно летом летнее время почему так важно подчеркнуть что это один тот же день вот именно из-за такого типологического мышления то что произошло с первым храмом несомненно должно произойти со вторым храмом или пример из библейского нарратива народ израиля выходит из египта и центральным событием этого исхода является рассечения моря как гибнут египтяне в книги иошуа это рассказывается в книге исхода и иошуа рассказывается о том как народ израиля входит в египет в прошу прощения входит в землю израиля и при этом рассказывается о том как разделяются воды реки ордан это почему собственно говоря вот по той же самой причине есть как бы базисное событие исхода из египта другие события чуде чудесное избавление каким-то образом должны с этим коррелировать или например относительно какого-то специального образа пророк илияу для того чтобы говорить с богом должен достичь горы хоррэм она же гора синай там происходит откровение почему по той же причине потому что свое время откровения там удостоился величайший из еврейских пророков моши средние века был сформулирован принцип который как бы такой вот лаконичной форме представляет нам эту концепцию масса я вот симан ли ваним по-моему если не ошибаюсь первым кто это сформулировал в таком виде был рамбан нахманин собственно в ровенистической литературе до этого времени нечто похожее уже говорилось по поводу авраама то что ты делаешь это знак для сыновей кстати говоря если вспоминать о прадцах то пожалуйста опять авраам во время голода спускается в египет и так далее можно множить примеры вот этого представления масса я вот симан ли баним это значит деяние отцов знак для сыновей в том смысле что то что сыновья делают так или иначе повторяет делаемая отцами а вот это преамбула к нашему сегодняшнему обсуждению именно в этом ключе в этом аспекте мы будем сегодня рассматривать фигуру пророка ирмиял который в каком-то смысле стал тоже вот таким отцом он стал прототипом образа преследуемого пророка об этом я собственно говоря написал диссертацию свою как раз на эту тему и некоторыми соображениями с вами поделюсь кто-то хочет что-то сказать кто-то поднял руку кто это из четверых тот кто хочет стать пожалуйста скажите если кто-то хочет что-то высказать или спросить может случайно ну хорошо хорошо теперь теперь я открою с вашего позволения свою презентацию и опять же если я не замечу что кто-то просится войти пожалуйста сделайте милость дайте мне знак видите ли вы эту презентацию видим прекрасно значит я не знаю если среди слушателей люди читающие на иврите но это собственно и не важно презентация была сделана давно вот я в любом случае как бы тексты буду пересказывать переводить на это собственно есть название ирмияу как прототип преследуемого пророка в еврейской литературе начала второго храма и сразу же после его в эпоху второго храма и сразу же после его разрушения как в заголовке лекции прозвучало еще дополнительный такой момент раннехристианской литературе тоже мы до этого дойдем значит напомню вам только вкратце это вот фигура пророка ирмияу из сикстинской капеллы в риме фреска мигельанджело все ее знают я думаю напомню вкратце что мы об этом говорили что в танахе книги одноименной книги ирмияу пророк представлен постоянно описывается как человек преследуемый собственным народом его постоянно арестовывают его пытаются заставить прекратить пророчествовать его сажают его судят его приговаривают смертной казни он чудом спасается его обвиняют в государственной измене бросают в яму откуда он тоже чудом спасается он постоянно находится в конфликтной ситуации эта конфликтная ситуация объясняется двумя причинами первая причина как бы общего характера а вторая причина очень специфическая общего характера причина состоит в том что будучи пророком он говорит нелицеприятные вещи он обличает он грозит наказанием от бога это конечно не вызывает большого большой симпатии у его слушателей которые как бы особенно у руководителей народа которые такого оппозиционера хотят поскорее заткнуть и посадить тюрьму вещи актуальны и сегодня в частности он грозит тем что храм будет разрушен понятно что жрецы священники не хотят чтобы народ такое слышал это причина общего характера в этом смысле он может быть не очень сильно отличается и от других пророков а причина более специфическая в том что в момент осады Вавилона и Иерусалима он все время призывает к капитуляции мы об этом говорили он говорит о том что бог отдал власть над миром в руки Навуходоносора царя Вавилонского любая попытка воевать с Навуходоносором это бунт против бога и единственное что может спасти Иерусалим и его жителей вообще Индии это полная капитуляция понятно что в такой ситуации он воспринимается как пятая колонна и его хотят опять же заставить замолчать это то как представлен Ирмияу в Танахе теперь я напомню вам что Ирмияу обретает вторую жизнь в книге Деврея Мим книги созданные в персидскую эпоху если книга царей книга Млахим о чем мы говорили вообще не упоминает Ирмияу в своем нарративе то в книге Деврея Мим он упоминается четырежды я не буду повторяться мы это все обсуждали то есть очевидно что он является очень важной существенной фигурой в одном случае когда он упоминается это случай важный для нашей темы сегодня говорится о том что царь Хискияу не слушал пророка Ирмияу который пророчествовал от имени от из уст бога эта деталь отсутствует в книге царей хотя там тоже говорится о том что царь Ситкияу вел себя нехорошо совершал злое в глаза господа но про Ирмияу там не говорится ничего здесь говорится то есть царь не смирился перед пророком но помимо этого есть есть не только упоминание пророка но использование его образа использование его образа для того чтобы вылепить вылепить образы преследуемых пророков которые нигде не упоминаются до сих пор то есть это как бы плод воображения или как бы во всяком случае даже если есть какое-то историческое зерно рассказа оно обработано соответствующим образом теологически автором книги Девраеми таких рассказов несколько я напомню об одном из них мы его в свое время читали это рассказ о гибели пророка которого зовут Захария сын Йояды первосвященников времена правления царя Йоаша царя Иудея Йоаша в конце 9 века до новой эры и рассказывается буквально следующее после смерти Йояды первосвященника вельможи иудейские пришли к царю и он стал их слушать они оставили дом господа стали служить истуканам и был большой гнев на иудеи иерусалим из-за этого греха и посылал бог им пророков с тем чтобы вернуть их на правильный путь и те свидетельствовали но никто их не слушал и дух божий обуял буквально отдел Захариус сына и айда первосвященника и встал он перед народом и сказал так сказал бог почему вы приступаете заповедь господню вы не преуспеете ибо вы оставили господа и он оставит вас и устроили заговор против него и побили его камнями по приказу царя во дворе храма и не вспомнил царь Юаш той милости которую сделал совершил его яда отец его с ним и убил его сына и когда тот умирал то сказал увидит господь и взыщет вот такой рассказ какое казалось бы это имеет отношение к Ирмияу здесь не упомяну но дело в том что некоторые детали этого рассказа коррелируют с рассказами об Ирмияу в одноименной книге подобно Захарии Ирмияу в храме витействуют перед народом подобно Захарии Ирмияу арестован во дворе храма обвинен в богохульстве и приговаривается там к смертной казни попутно рассказывается о том как царь Иоаким уже убил одного из пророков которого зовут Урия подобно Захарии Ирмияу выступая с защитной речью говорит что если вы убьете меня вы пройдете невинную кровь и согрешите перед Богом подобная вещь говорит здесь Захария единственное что то что в случае Ирмияу остается не кто-то к нам просится то что в случае Ирмияу остается как бы неисполненным сценарием есть только угроза гибели в случае Захарии это доводится до конца то есть автор книги Деврея Мим здесь сгущает краски поляризует конфликт рассказывает действительно о том как пророк был убит и то что я утверждаю что он пользуется некоторыми нарративными элементами из рассказа о суде на Де Ирмияу как кирпичиками с тем чтобы построить свой собственный нарратив тогда если это правда поскольку есть еще несколько таких рассказов книги Деврея Мим когда есть по меньшей мере еще два то это уже не может быть случайностью то очевидно что автор Деврея Мим пользуется образом пророка Ирмияу с тем чтобы строить образы своих пророков которые повторяю не упомянуты в книге Млахим то есть Ирмияу иными словами становится прототипом преследуемого пророка уже уже в самом библейском тексте персидскую эпоху в книге Деврея Мим наш следующий текст мы здесь переходим к Кумран Кумран я не знаю как далеко простираются знания моих слушателей вас в том что касается кумранистики я не буду сейчас рассказывать историю открытия Кумранской библиотеки а во всем это можно прочесть я только скажу в нескольких словах что когда эта библиотека была обнаружена то перед а это произошло начало происходить в 1947 году и постепенно постепенно вплоть до примерно середины 60-х годов открывались новые и новые тексты на севере на северном берегу мертвого моря стало ясно что эти тексты представляют нам нечто совершенно уникальное уникальное по двум причинам во первых это самая древняя еврейская библиотека которая до нас дошла потому что все что древнее Кумрана это отдельные надписи отдельные какие-то археологические артефакты это самая древняя библиотека рукописи библейские мишноистки и другие которые до нас дошли они примерно тысячу лет позже где-то десятый век нашей новой эры а здесь речь идет о текстах самые древние из которых датируются вторым веком до новой эры концом второго века до новой эры а самые поздние серединой первого века новой эры значит это одно значение другое значение состоит в уникальном содержании этих текстов до сих пор было известно из писаний таких авторов как Иосиф Флавий как Филон Александрийский как римский писатель Плиний Старший что в эпоху второго храма в эллинистический период существовали разные течения группы в еврейском народе которые отличались друг от друга как с точки зрения галактического подхода так с точки зрения теологии но повторяю это все было известно так сказать из вторых рук все что до нас дошло это писания писания тексты раввинистические которые предположительно это тоже не точно но предположительно являются наследниками так называемых фарисеев по русски фарисеи звучат вследствие той не очень хорошей репутации которая закрепилась за ними в новом завете так не очень красиво фарисей как синоним лицемера но вообще фарисей это вполне легитимный термин на иврите паруш отделенный это одна из самых крупных и доминантных групп в народе если считать что раввинистические тексты это раввины танай амураи это наследники фарисеев прушим то это то что у нас есть у нас нет ни текстов садукеев которые упомянуты как у флавия филона так и в новом завете и у нас нет текстов не было текстов эссеев которые тоже упомянуты как не просто как группа скорее уже как секта и когда эти тексты были обнаружены то обратили внимание на то что эти тексты по содержанию своему чрезвычайно корреспондируют с тем описанием эссейского движения которое мы находим опять же у флавия у филона и у пления старшего это секта которая исповедует абсолютный детерминизм которая исповедует исповедует греховность человеческой природы все что связано с телом греховно лишь душа чиста движение которое которое в котором очень силен дуализм разделение мира на доблые силы и злые силы как на земле так и на небе и действительно как бы да еще и к тому же целебат о котором говорит Иосиф Лавий из некоторых кумранских текстов очевидно что судя по всему секции не было женщин хотя это все не так однозначно и сейчас как бы не является темой нашего разговора но так или иначе это эти большинство на сегодняшний день большинство исследователей есть меньшинство которое считает иначе отождествляют секту кумрана с Исеем теперь в этой секте были найдены три типа текстов очень общо говоря библейские тексты которые позволили увидеть другой вариант библейских текстов нежели тот к которому мы привыкли масоретский текст а тут были другие тексты есть тексты парабиблейские то есть то что называется на иврите сфарим хитсоним часть из них появляется в септуагенте часть упомянута отцами церкви а часть не была известна вплоть до кумранских открытий очевидно что кумранский канон был гораздо более широкий чем канон известный нам из Танаха масоретский канон вот а третий тип текстов который был найден это собственно сектантские сочинения которые описывают как жизнь секты так и ее представление об эскатологии о конце времен они жили в таком ощущении того что вот-вот наступит конец времен они живут в это время вот и под раздел этих текстов это так называемые пешеры что такое пешеры это толкование пророческих текстов а также текстов книги псалмов книги что отличает эти пешеры пешеры буквально обозначает толкование это то же самое слово что и петрон решение практически тот же самый корень с чередованием шин и тар чем отличаются эти пешеры от привычных нам толкований скажем из раввинистической литературы они отличаются тем что они последовательным образом делают апдейт библейскому тексту иными словами есть библейский текст и автор пешера говорит пророк написал так так-то а смысл того что он написал касается той действительности в которой мы сегодня живем и пророк даже сам мог не знать что его пророчество относится к сектику к этой секти к той реальности в которой она живет к тому времени в котором она живет но истинность пророчества именно тем и объясняется что он говорил вот об этом времени и об этих людях причем в отличие от раввинов от мудрецов которые последовательно надо сказать отделяли или скажем так ограничивали возможность вмешательства высших сил в процесс толкования текст библейского текста как бы они основывались на логике на традиции но не говорили о том что их толкование боговдохновенно как правило так вот что касается пешера то постоянно подчеркивалось что пешеры это боговдохновенные тексты и автор пешеров как правило тот кому они приписаны это судя по всему первый руководитель кумранской общины который называется муре отцедек или муре здака учитель праведности ему эти тексты приписывались вот например пешер книги хавакук где говорится что не верили словам учителя праведности которые он говорил от имени бога не верили когда слышали все что должно произойти с последним поколением от имени священника он же учитель праведности которому бог дал в сердце понимание даровал сердце понимание истолковать все слова рабов и пророков мы видим здесь во-первых утверждение бога вдохновенности этого толкования а во-вторых что народ не слушает его это снова повторяется в следующем тексте где говорится что сам хавакук пророк хавакук не знал того что должно произойти истолкование этому было дано учителю праведности которому бог повторовал все тайны слов рабов его пророка и вот об этом учителе праведности рассказывается в этих пешерах пешеры вообще говоря не нарративные тексты они повторяю являются толкованиями к текстам пророческим но сквозь них брежет какой-то нарратив в центре которого мотив преследования учителя праведности разными фигурами руководителями народа среди которых центральной является так называемый нечестивый священник Коэна Раша давно уже исследователи заметили что Коэна Раша это как бы такое издевательское обозначение другого термина Коэна Рош первосвященник глава священника служащий в храме и как бы слово Рош превращается в слово Раша злодей нечестивый и вот рассказывается в текстах которые я здесь привожу что этот нечестивый священник преследует учителя праведности например цитируется стих из пророка Хавакука и говорится злодей окружает праведника и дальше говорится злодей это нечестивый священник а праведник это учитель праведности и в таком же духе рассказывается и в других текстах о попытках нечестивого священника убить учителя праведности Один текст особенно интересен, потому что там говорится, что этот, он предпоследний здесь, что этот учитель, что этот нечестивый священник преследовал учителя праведности не более не менее как в день, в судный день, Йомах-Гипурим. Он пришел в общину, которую, кстати, сами члены общины вовсе не называют кумранской. Кумран – это более позднее название арабского времени. Они называют себя либо Адад-Хадяхад – община вместе буквально, либо Бней Цадок – сыновья Цадока. Цадок – это священник времен Давида Ишлумо, либо Бней Ор – сыновья света. Так вот, он пытался убить учителя праведности, буквально проглотить его. Вот в этот самый Йом-Гипур. Это выглядит почти абсурдно. Первосвященник, который должен в Йом-Гипур служить в храме, почему-то ходит по пустыне и пытается уничтожить учителя праведности. Но объясняется это очень просто. Еще в 50-е годы было дано, 20-го века было дано исчерпывающее объяснение этому. Дело в том, что кумранский календарь не совпадал с общепринятым, который действовал, например, в Иерусалиме. Календарь общины этой был целиком полностью солнечный, не лунно-солнечный, а солнечный от начала до конца идеальный, такой схематичный календарь, который, вообще говоря, не очень хорошо коррелирует с реальной действительностью, потому что он полностью отвлекается от того, что есть проблемы, порождаемые несовпадением солнечных и лунных циклов. Как или иначе, опять же, это не наша тема сегодня, кумранский календарь, но понятно, почему Йом-Гипур. Потому что Йом-Гипур – это по их календарю, не по календарю иерусалимскому. Кто был такой нечестивый священник, мы не знаем. Есть масса предположений о том, кто это мог быть. Есть те, кто считают, что нечестивый священник – это Йонатан, первый из маковеев, который после победы стал фактически руководить народом. Другие считают, что это как раз его брат Шимон, который ему наследовал. Третьи считают, что это как раз-таки Александр Янай, один из царей Хосмонинской династии. Есть и другие хипотезы, но в любом случае подтвердить, что бы то ни было, очень трудно, потому что здесь нет ясных исторических деталей, контекста. Но я хочу обратить ваше внимание в этой связи, и здесь я возвращаюсь к нашей теме, хочу обратить внимание на то, что вот этот конфликт между учителем праведности и нечестивым священником – это конфликт, который является отражением конфликта между пророком и священником в книге Ермиел. Учитель праведности не называется здесь пророком. Вообще надо отметить, что вся еврейская литература эпохи Второго Храма избегает называть своих современникам словом «пророк», оставляя этот термин исключительно для библейских образов, и лишь в литературе Нового Завета этот термин начинает использоваться. Но подразумевается нечто близкое к пророчеству, потому что учитель праведности напрямую контактирует с Богом, его толкования являются боговдохновенными, поэтому он в каком-то смысле является пророческой фигурой. И он противостоит Кохену. И этот паттерн, эта модель, этот мотив, этот нарративный элемент, он стоит в центре рассказов о пророке Ермиел. Ермиел преследуется Кохенами, начиная с Кохена Пашхура сына Эмера в 20 главе и кончая историями о том, как Кохена арестовывают Ермиел и пытаются осудить его на смертную казнь за выпады против храма. А надо отметить, что в некоторых кубранских текстах учителю праведности тоже приписываются выпады против храма. Почему? Собственно говоря, причина отшельничества этой секты состоит в том, что они считают Иерусалимский храм нечистым, священников, которые служат там нелегитимными, и они как бы создают свой духовный храм в общине, они предшествуют мудрецам в том отношении, что видят в молитве некоторую замену жертвоприношения, и надеются на то, что в конце времен, который вот-вот наступит, будет одержана решающая победа над нечестивцами, не только над внешними врагами, но и над злодеями внутри народа Израиля, и настоящий храм, в котором будут служить они, вот как бы эта община священников, будет уже богоугодной. Вот поэтому как бы и в этом смысле инвективы против храма соединяют образ учителя праведности с Иерамиялом. Кроме того, отмечу, что этот нечестивый священник воспринимается в некоторых текстах как глава народа, как правителя, мы знаем, что хасманеи были как священниками, так и царями, и в этом смысле здесь можно увидеть и мотив противостояния пророка и царя. А надо отметить, что нечестивому священнику ставится в вину то, что он неправедным образом накопил богатство. Есть такие тексты, и это ровно то обвинение, которое бросает пророк Иерамиял в адрес царя его Якима, о котором мы говорили. Так что и здесь, в кумранских текстах, фактически Иерамиял играет вот такую типологическую роль преследуемого пророка. Он не упоминается здесь, но, на мой взгляд, подразумевается. Перед тем, как мы продолжим, мы перейдем к следующему нашему герою. Если у вас есть вопросы, то их самое время сейчас задать. вопросы, что-то осталось неясным, замечания. Ну, окей, тогда продолжим. Продолжим. Следующий наш герой – это Иосиф Флайк. Если до сих пор отсылки к Иерамиялу носили характер довольно общий, и можно было бы и усомниться в том, что это в самом деле так и есть, то вот когда мы ведем речь об Иосифе Флавии, то здесь отсылки к Иерамиялу приобретают гораздо более конкретный характер. Напомню вам, что Иосиф бен Матитияу был одним из, он был, во-первых, Когеном в Иерусалимском фраме, одним из руководителей антиримского восстания 1966 года, руководил силами евреев в Галилее, крепость последняя, которая была окружена римлянами и пьет Фати, пала, и дальше происходит нечто не до конца ясное. Ясно только одно, потому что сам Флавий описывает это очень апологетически по отношению к себе. Ясно одно, что большинство защитников погибли, а он сдался в плен. И не просто сдался в плен, а согласился сотрудничать с римлянами. Вследствие чего, когда это стало известно в Иерусалиме, он был, конечно, объявлен предателем. Его семья была посажена под арест. Что касается его самого, то он некоторое время содержался как военнопленный в лагере Веспасиана и Тита, а потом был освобожден из-под стражи. Почему это будет видно из дальнейшего? был послан Титом в качестве своего личного представителя к осажденным, пытаться убедить их в том, чтобы они сдались. И после того, как Иерусалим пал, Иосиф Флавий, тогда еще Иосиф Бен Матитьяу, отправляется вместе с Титом в Рим, становится клиентом императорской фамилии и получает даже их имя Флавий Иосиф. И начинает новую жизнь. До сих пор он был иерусалимским священником, руководителем восстания, повторяю, пусть умеренным, но все-таки руководителем восстания, посланным руководством Иерусалима в Галилею. А теперь он становится историком, который пишет труды. Сначала, видимо, на арамейском языке, а потом на греческом, чем он, собственно говоря, стал известен и прославился. Еврейская традиция его заблокировала и по идеологическим соображениям, и по тому, что писал он по-гречески, но зато его труды тщательно хранились христианами. И потому, что это исторический источник, и потому, что в его трудах находили подтверждение неминуемости разрушения храма. А также еще по одной причине, в которую я сейчас говорить не буду, так называемая тестимония Флавиана, это некоторое свидетельство об Иисусе у Флавиа, это отдельный вопрос. Теперь я представлю вам два как бы кейс-стадии, где Флави явно использует пророка Иеремияу. Первый кейс-стадии это фигура некоего пророка, которого зовут Йошуа сын Ханани. Он появляется в Иерусалиме за четыре года до начала восстания. Появляется в праздник Суккот и начинает ходить по городу и громко выкликать голос с востока, голос с запада, голос с четырех ветров или сторон света. горе Иерусалиму и храму, горе женихам и невестам, горе всему народу. И днем и ночью он ходил по улицам города и выкликал это. Разгневанные этим главы города арестовали, подвергли его аресту главы народа и жестоко избили. Но он не пытался защититься, а лишь повторял эти свои пророчества. Тогда они его, я немножко сокращаю, отводят к римскому представителю Альбину и там его тоже очень сильно бьют вплоть до костей. но он не проливает слез, а только продолжает кричать горе тебе Иерусалим. Тогда Альбин начинает пытаться выяснить, что это за человек. Почему он так кричит? Но тот ничего не отвечает, а продолжает в том же духе, после чего Альбин думает, что он тронулся умом и отпускает его. мы вернемся к этому моменту, не знаю, сегодня или в следующий раз, вернемся, когда будем говорить о типологии Иеремии в Новом Завете. Он его отпускает и дальше говорится, что в течение вот этих четырех лет вплоть до начала войны Иошуа ни с кем не общался, а только все ходил и говорил горе тебе в Иерусалим. Он никого не проклинал, никого не благословлял, не благодарил, если ему давали еду. Он все время только одно это и повторял. Все это он делал в течение семи лет и пяти месяцев, то есть уже после начала войны, пока наконец во время одного из обходов он крикнул не только горе городу и народу и храму, но и горем не, после чего камень, выпущенный из балистры, его поразил и убил на месте. Такая вот история. Казалось бы, что между этой фигурой и пророком Иеремии? А если приглядеться, то между ними очень много общих. Начать с того, что Иеремия, подобно этому Иошуа сыну Ханани, пришелец в Иерусалиме. Иеремия пришел из Анатот, Иошуа в Анханани откуда-то из какой-то деревушки. Не знаем откуда. Далее он оплакивает Иерусалим. Это оплакивание напрямую связывает его с Иеремией, поскольку множество пророчеств пророк Иеремии это оплакивание Иерусалима, поэтому Иеремия превращается как бы в более поздние традиции в пророка, который оплакал Иерусалим после его разрушения. Мы упоминали книгу Эйха, которая называется в греческой традиции плач Иеремии. И там действительно первая фраза перед началом текста звучит так «Сел Иеремия и оплакал Иерусалим». А это появляется только в греческом тексте. Это первое свидетельство, которое утверждает, что книга Иха есть плод творчества пророка Иеремии. Потом это было проговорено и районистической литературой. То есть само по себе оплакивание это тоже то, что связано с Иеремией. Далее он грозит разрушением Иерусалиму и храму. Опять же постоянный лейтмотив пророчества Иеремии, а кроме того говорит «горе женихам и невестам». А есть текст который в книге пророка Иеремии пророчество, о котором говорится следующее. Я уничтожу уберу из городов Иудеи и из площадей Иерусалима голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Вот она. Горе женихам и невестам. И этот образ связывает Иеремию нахананию с Иеремией. Далее мотив преследования руководителями народа попытка арестовать, предать суду. Все это опять-таки напрямую связывает этот образ с Иеремией. А то обстоятельство, что его отпускает из-под стражи римский прокурат Альбин опять-таки связывает Иушуа с Иеремией, потому что, как мы помним, согласно книге Иеремияу, он был освобожден из-под стражи полководцем Вавилонского войска Невузароданом по личному приказу царя. И мы тогда говорили о том, что делается явное противопоставление между преследованием пророка представителями своего собственного народа и уважительным отношением к нему со стороны иноземного правителя. И хотя нельзя назвать в нашем рассказе отношение Альбина к Иешуа сыну Ханани уважительным, он тоже сначала подвергает его наказанию, потом говорит, что он, наверное, сошел с ума, но он его отпускает вопреки желанию руководителей Иерусалима. Те хотели бы, чтобы Иешуа Бен Ханания либо сидел бы в тюрьме, либо был бы просто казнен. Опять же, мы вернемся к этой тематике в связи с новозаветным текстом. Но все это вместе, когда мы собираем вместе все эти детали, они указывают очевидно в одном направлении. хотя Иосиф Флавий здесь не назвал прямо Ермия но он намекнул достаточно прозрачно на то, что он списал этот образ с пророка Ермия опять же даже если такой человек в самом деле существовал и ушел в Бен Ханания что Флавий в Иудейской войне придумал что он отразил как реально происходившие события это отдельный очень большой вопрос но даже если предположить что такой человек такой пророк и ушел в Бен Ханания существовал и Флавий знал о нем потому что он же тоже в это время был в Иерусалиме в любом случае то как он его описал превращает его в своего рода такого нового Ермия но в книге Иудейская война Иосифа Флавия есть еще один Новый Ермия и это еще более интересно и этим вторым Ермия является сам главный герой он же автор Иосиф Бен Матитьяу Флавий Иосиф откуда мы это видим сейчас мы немножко как бы углубимся в содержание связанное с историей Иосифа Флавия он сдается в плен как мы сказали он рассказывает о том что был брошен шребий между защитником Йотфата они договорились покончить с собой коллективно и чтобы каждый убил своего товарища сам же Флавий слукавил и в результате так по жребе получилось что он один из последних осталось только два человека он убедил своего товарища что не надо убивать друг друга а сдаться в плен он он говорит о себе что на самом-то деле я знал что он обращается к Богу я понимаю что в твоих ты решил уничтожить народ который ты сотворил и удача в войне отдана того римлянам а меня ты избрал говорит Флавий для того чтобы сообщить тайны будущего и я сдаюсь в плен по свободному желанию и я готов продолжать жить но не как изменник а как твой посланник он не называет себя словом он не говорит про себя о профитос он не называет себя пророком но он намекает на то что он пророк повторяю никто до новозаветной литературе в то время не осмеливается пользоваться словом нави пророк или в реческом переводе о профитос по отношению к фигурам современности но он намекает на то что он дальше он появляется перед Веспасианом и говорит ему я пришел к тебе сообщить тебе великие известия и если бы я не пришел от имени Бога по посланию Бога я знаю закон еврея и то как бы я должен был поступить в качестве полководца и принять смерть но я посланник Бога дальше он говорит ты Веспасиан ты будешь императором Цезарем ты будешь владыкой ты твой этот сын то есть ты будешь владыка не только надо мной император но над морем и сушей и над всем человечеством теперь я хочу ну мы еще прочтем кусочки потом сравним это с Ирмиел и увидим потом что Флавий напрямую сравнивает себя с Ирмиел дальше он рассказывает что вначале Веспасиан не был склонен верить словам Иосифа он полагал что тот обманывает с тем чтобы спасти свою жизнь вполне логично кстати говоря даже если Флавий произнес такое пророчество вполне логично предположить что он действительно хотел спасти свою жизнь а может быть будучи исключительно ловким умным человеком он рассчитал правильно это же как раз период после гибели после самоубийства Нерона когда в Римской империи начинается каидоскоп императоры цезаря сменяются один за другим и он возможно понял что наиболее сильная фигура которая может претендовать на власть это Веспасиан и так оно и получилось но тут он говорит что постепенно он начал верить Иосифу ибо Бог пробудил в нем мысли о власти и дал разные знамени о том что он будет владыкой и хотя он его еще не освободил из-под стражи тем не менее он ему уже подарил новые одежды и дорогие подарки он с ним очень уважительно как бы вел по отношению к нему уважительно а также и Тит его сын поступал точно так же и вот когда пророчество исполнилось и Веспасиан был объявлен императором он понял что Иосиф напророчествовал правду он вспомнил об этом и был потрясен что этот человек до сих пор находится под арестом он призвал своих приближенных и сказал это позор что человек который пророчествовал о том что я зайду на престол который является посланником слугой бога он еще среди пленных его надо немедленно освободить и он освобождает Иосифа и тогда все уверились в правде его пророчеств заметьте хотя он не называет его словом нави но говорит о том что он произносил пророчество и с тех пор ни у кого не было сомнения в его способности предвидеть будущее теперь как это связано с пророком Ирмияу начнем с того боюсь что сегодня до нового завета мы уже не дойдем это будет в следующий раз начнем с того что Ирмияу пророчествует о том что Навуходоносор получит власть над всем миром вот посмотрите я тут привожу текст 27 глава с книги Ирмияу он говорит о том я я создал землю человека и скот на земле своей силой я дал это тому кто угоден в моих глазах и вот теперь я отдаю все земли в руки Навуходоносора царя Вавилона раба моего и даже полевых зверей я отдам ему служить и все народы будут ему служить а тот кто не будет ему служить тот тот будет наказан то есть подобно тому как Иосиф говорит о Веспасиане что Бог отдал ему во власть весь мир так же точно Ирмия Ирмияу говорит о Навуходоносе и второй момент Ирмияу повторяю преследуется своим народом Флавий был объявлен предателем в Иерусалиме после того как стало известно о том что он предался римлянам Ирмияу тоже называют предателем и обвиняют в том что он пытается сбежать из города с тем чтобы предаться врагу он это правда отрицает но то что не произошло с правоками Ирмией происходит с Флавием и подобно тому как мы уже сказали что и подобно тому как Ирмияу был освобожден из-под стражи Новузараданом который по приказу Новуходоносора ведет себя с ним крайне почтительно и дает ему подарки богатые дары так же точно так же точно и Иосиф Флавий освобожден как мы сказали из-под стражи по приказу Веспасиана и сын Веспасиана Тик который одновременно является главнокомандующим армией окружает его всяческим почетом и тоже ему дают всяческие подарки то есть очевидно опять же я не хочу сказать что все что Флавий пишет о себе все это одна сплошная выдумка факт видимо факт состоит в том что он сдался римлянам факт состоит в том что его возвысили в результате все остальное подернуто туманом он рассказывает о себе эти вещи что-то наверное приукрашивает с тем чтобы создать личную апологию защитить себя от обвинения в измене своему народу но делает он это сравнивая себя с пророками римеи теперь в одном месте на этом мы сегодня завершим он просто напрямую сравнивает себя с римеи называя наконец того по имени вот это место пятая книга иудейской войны флавий стоит перед осажденными он снаружи стены в результате в него кидали камни стрелы он был ранен и только благодаря римским солдатам был вообще спасен его пытались втащить внутрь города но он там стоит и подобно пророку Ирмияу пытается убедить их сдаться разница состоит только в том что пророк Ирмияу находился внутри а флавий находится снаружи но при этом он говорит следующее он вспоминает о том как царь Вавилона осаждал этот гот и царь царь Циткияу не слушался пророчеств Ирмияу он здесь повторяет то что написано в книге Вриэмим и вышел воевать против него он сам попал в плен и видел как разрушают город и храм надо сказать что здесь Флавий додумывает потому что согласно книге Млахим Циткияу никак не мог видеть как разрушают храм потому что он был ослеплен еще до этого и тем не менее говорит он смотрите этот царь был более умерен чем вы и ваши руководители потому что когда Ирмияу обращался к ним и обличал их преступления и говорил о том что они попадут в плен если не сдадут город то царь и народ не убили это правда не убили хотя он тут не договаривает пытались его убить а вы же говорит Флавий я уже не говорю о том что какие преступления вы творите внутри города вы меня пытаетесь убить проклинаете меня хотя я призываю вас спасти самих себя а вы полны ярости на меня при том что я напоминаю вам о ваших преступлениях и о ваших грехах которые вы совершаете день за днем а вот здесь Флавий напрямую сравнил себя с пророком Ирмияу напрямую и подобно тому что вы видели он как бы сгустил краски он поляризовал конфликт он пытается сказать что судьба современного Ирмияу еще хуже чем того который был тогда так же точно как мы видели в Дибраемим по поводу Захарисона и Еды меня вы пытаетесь убить любопытно любопытно что в иудейской в иудейских древностях в своем позднем произведении когда Флавий рассказывает историю пророка Ирмияу то он включает туда детали которые нет в книге Ирмияу а именно что когда в Вавилоне не захватили город Ирмияу пытался спасать тех кого в Вавилоне не приговорили к смерти так сказать занимался выкупом пленных почему это важно потому что в своей книге автобиографической жизнь Иосифа так она называется или правильно сказать моя жизнь жизнь Иосиф рассказывает о том что когда римляне порвались в город он выкупал пленных Ирмияу смог выкупить согласно его рассказу своего ученика баруха про себя Флавий рассказывает что он выкупил нескольких пленных случайности это я думаю нет то есть в его сознании у Флавия сидела вот эта параллель между ним и пророком Ирмияу и он хотел быть похожим на него потому что это давало некую легитимацию тому что он совершил он не мог не понимать что совершенное им весьма проблематично но сравнение с Ирмияу давало определенную легитимацию мы не знаем в какой степени он мучился тем что в отличие от Ирмияу который избрал для себя остаться в земле Израиля он Флавий ушел с римлянами в Рим и сделался римским гражданином но и тут есть намеки на то что Флавия это мучила это отдельная история нам осталось два сюжета на эту тему которую мы уже обговорим в следующий раз и это будет как бы завершающий сюжет связанный с историей первого храма и как она интерполировалась на историю второго храма это сюжеты связанные с ранней христианской литературой с образами Иисуса и сюжет из раввинистической литературы о рабе Йоханане сыне Закая вопросы если есть вопросы замечания кто-то что-то хочет сказать можно пару соображений пожалуйста но все повторяется мне кажется все это фигуры то есть это насколько это имеет отношение к реальности к реальным событиям и к реальным каким-то вот вещам которые описывают например Флавий конечно я просто считаю что он просто был хитрый еврей который работал на римской власти спасал себя и все то что он пишет это выгодно на самом деле римской власти то есть то что еврейский пророк предсказал приход власти это могло быть постфактум то есть после того что это закрепляло его как бы это власти это с одной стороны а с другой стороны то его сравнение обращения к народу показывало как бы его помогало смирять там эту диаспору и так далее то есть евреев и так далее и так далее и так далее то есть и все эти сравнения я совершенно не уверен что он там переживал я думаю он хорошо жил веселился вот и получил это гражданство и нигде я не знаю или где-то он там переживал он не переживал то есть у меня чисто такой практический подход понимаете никакого основания для этого не было никого сомнения как бы не могло возникнуть у него в его ситуации понимаете потому что это все очень легко объясняется чисто прагматическими какими-то такими вещами как и все истории как поддержка христианства вся эта потасовка так сказать и так далее и так далее понял что вы имеете ввиду под поддержкой христианства Я имею в виду то, что гонение на пророков и сопоставление, так сказать, противостояние с священником – это все, значит, возвеличивание пророка по отношению к священнику. То есть это все как бы должно было принизить иудаизм и возвысить христианство в конце концов. Ну подождите, до христианства мы пока еще не дошли. Ну понятно, но эти тексты все, они относятся к какому периоду? Эти тексты относятся, если не считать книгу Деврея Мин, которая более ранняя, и это первая половина, на мой взгляд, я так датирую, 4 века до новой эры. И остальные тексты, которые мы разбираем, это конец, ну хумранские тексты, 2-й, 1-й века до новой эры, 1-й век новой эры, Флавий, опять-таки, это 1-й век. Вот, так что мы вот в этом промежутке находимся. Ну понятно, но я хочу сказать, что даже когда это было как секта, там уже было это противостояние иудаизму этой новой секты. То есть это тоже... Какая секта? Есть эфири, те, кто... Да, но эфири, это еще все-таки не христиане. Да, это другое, да? Это не христиане, я понимаю. Я говорю, что тенденция фактически та же самая, да? То есть новая секта с новыми идеями, с новыми какими-то вот... Она противоставляет себя, знаете, этому другому, другой религии, другой секты. Я понимаю, я понимаю. Она самоутверждается таким образом. Другой религии не противопоставляет себя, потому что все-таки, когда мы говорим про Исеев, это часть иудаизма второго храма. Я понимаю, да, это не другая религия, это другая партия. В любом случае, смотрите, когда мы говорим об истории, тут как бы могут быть два разных взгляда. История, как некоторое описание фактов, произошедших в реальной действительности, История, как изучение, ну, скажем так, жизни людей, живших в определенный период. А через эти тексты, которые мы читали, мы понимаем, как история воспринималась в этот период. То есть мы как бы... Это такая историческая психология, если угодно. Мы через них понимаем, каково было их отношение к истории. Я с этого начал сегодня. Вот это типологическое отношение истории. Моасея вот Симан Левалин. И это существенно знать для того, чтобы понимать эти тексты. То, что эти тексты очень часто отходят от реальных фактов, приукрашивают их. Да, это верно. Надо отметить, что вообще, уже если говорить об историк, древних историках, то их степень их обязательности по отношению к фактологии, она всегда была такой несколько серой зоной. Это не современные историки, которые пользуются документами, проверенными фактами. Очень часто это основывается на устных традициях. Об этом писал, например, Геродот, Фухидид и другие. Флавий ценен для нас не только тем, что он описывает какие-то факты. Он их тоже описывает. И без него очень многое из конца истории эпохи Второго Храма осталось бы нам неизвестным. Он ценен для нас тем, что через него мы понимаем, как воспринималась история этого периода. И это, на мой взгляд, важный момент. Ну да, я согласен, что из этого можно вывести все. Но в отношении текстов, я говорю, что эта история, она между строк, в каком-то смысле. Между строк, да. А сами эти все истории, ну, истории, как бы, да, в кавычках, они, в общем-то, все это, в общем-то, мне настолько кажется, это все политика и настолько приспособлением. То есть фактического написания истории не было, мне кажется, вообще. То есть были легенды, была история, конечно, какая-то. От нее оставались какие-то, значит, устные, какая-то, да, творчество или легенды, или предания. Они включались, значит, использовались в этих текстах, интерпретировались. То есть, вот, и мне кажется, даже вот тут такая вещь, я не знаю, насколько это верно, методологическая. То есть почему вообще получается толкование и вот все такое поднослоение в еврейской, так сказать, истории. Потому что я не помню, в школе такое было или где, говорили о альтернативных, и как бы, как это называется, ну, то есть науки, которые либо отбирают какие-то факты, вот, и отбрасывают неверное, а есть такие, которые просто собирают все, как бы, значит, и аддитивные, и альтернативные. Альтернативные, я не помню, да, в общем-то, вот, евреи в своей истории, у них именно такой вот подход, поскольку это, с одной стороны, как бы, что-то такое происходило, и в народе есть такие, значит, знания, и веяния, и все, их лучше включить в историю, чем пытаться их опровергнуть или исключить вообще, чтобы не было каких-то таких, как бы, подспудных каких-то таких вот мнений, которые выходили. То есть попытка их, как бы, объективизировать так или иначе. Из этого получалось собирание всех этих легенд, даже когда они противоречили друг другу, а тем более, когда они интерпретировались еще, и все это накоплялось, как бы, все. Окей, смотрите, Эмиль, я понял то, что вы говорите, я согласен, всегда, когда мы занимаемся древней историей, там есть элемент разного рода традиций, которые собираются и иной раз сильно отдаляются от реальных фактов. Мы через одно занятие, когда начнем заниматься началом истории второго храма, мы немножко вернемся в атмосферу исторических текстов, хотя и там тоже этот зазор будет. Этот зазор будет. Но это уже чуть позднее. Я думаю, что сегодня мы тогда на этом завершим наш разговор. Я благодарю всех за внимание и до встречи через неделю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.